Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и программа «Духовная жизнь». Меня зовут Татьяна Трофимова. В новом телевизионном сезоне мы решили выйти за пределы студии и проехаться по районам и городам республики. В каждом из них без преувеличения найдутся уникальные храмы с особой архитектурой и удивительной судьбой. В каждом из них обязательно есть своя чудотворная икона. Вместе со священнослужителями мы будем говорить о главных человеческих ценностях, о вере, надежде, любви и милосердии. Ведь именно они составляют основу нашей духовной жизни. В октябре православные отмечают покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Это великий праздник. Покровско-Татьянинский собор в Чубаксарах начали строить в 2001 году. Но камень поначалу был заложен только под храм Святой Мученицы Татьяны. С течением времени стало понятно, что для нового молодежного жилого комплекса приходской церкви недостаточно. Нужен соборный храм с воскресной школой и церковной библиотекой. Как здесь появился престол, посвященный покрову Пресвятой Богородицы, нам расскажет настоятель церкви, отец Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Храм начал строиться в честь Святой Мученицы Татьяны и был заложен Патриархом Алексеем в 2001 году. Со временем строительство шло не так быстро. И вот уже в начале 2003 года, в конце 2002 года был переделан проект. Это было связано, во-первых, о память, то, что был у нас когда-то в Чубаксарах Покровский собор, который был затоплен, и в тем, что микрорайон достаточно большой. Решили храм сделать более и больше. Храм оказался двухэтажный. Нижний предел остался также посвященный Святой Мученице Татьяне. А верхний предел, чтобы придать храму значимость, так как проект был тоже переделан к 2003 году. А когда соборный храм, колокольня стоит немного сбоку от храма. И когда колокольня сбоку, то это уже собор. Ну а соборы называются обычно в честь двунадесятых праздников или великих праздников, как Покров. Покров особо почитают в России, и потому было решено, было желание митрополита Варнавы тоже, потому что, чтобы город покрывала Пресвятая Богородица, заступалась за город, за этот район, было решено построить этот храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ну и когда же подали патриарху фотографии, фотографии иконостаса, сказали, какая работа здесь ведется, и численность, тогда патриарх Алексей II своим указом решил присвоить статус соборного храма. То есть соборный храм – это особый храм. Самый большой, самый красивый храм выбирают соборным. В таком храме служит больше священников. Форма здания может напоминать крест. Это символ того, что Господь был распят на кресте. Круг – символ вечности, солнца, того, что нет ни начала, ни конца вечной духовной жизни. Храм в форме корабля – путь к вечной жизни. Именно в такой форме выполнен Покровско-Татьянинский собор. Его проектировал архитектор Сергей Лукьянов. Это человек, знающий специфику строительства храмов. На его счету десятки разных проектов. Существует и своеобразная трактовка куполов. Двухкупольные храмы символизируют, что Бог был Богом и человеком. Пятикупольные – это когда в центре спаситель и четыре евангелиста. Бывают и тринадцатикупольные – это спаситель и двенадцать его учеников. Рассказка храмов не всегда соблюдается, но зачастую стараются тоже, чтобы храм соответствовал или хотя бы куполать свету тому, в честь кого именуется храм. У нас золотистый цвет – это цвет спасителя. Или белый цвет – ангельские чтения. Господские праздники у нас празднуются в белом облачении, священники одеваются. И, соответственно, цвет тех праздников, которые в честь спасителя, они обознаменуются белым цветом или золотистым, когда мы празднуем воскресенье. А все праздники Пресвятой Богородицы священники одевают в нежно-голубое облачение, то есть символ женственности, красоты. И потому наш храм, именно этот Покровский собор, покрашен именно в такой цвет, потому что храм в честь Пресвятой Богородицы. Вы знаете, в Новоюжном у нас храм в честь новомучеников российских, и, соответственно, цвет храма, он красный, цвет крови – то, что эти люди положили свою жизнь за спасителя. Иконостас Покровско-Татьянинского собора был написан на золоте мастерами Сергеева Посада. На царских вратах всегда пишутся иконы Благовещенья и Четыре Евангелиста. И заходить туда может только священник. Над царскими вратами всегда можно увидеть икону Тайное Вечерие. Несмотря на то, что Покровско-Татьянинский собор достаточно молодой, в нем много старинных икон. Среди них и подаренные, и привезенные со Святой Горы Афон. Прихожане часто благодарят иконы Спасителя, и Божьей Матери достойно есть за помощь исцеления. Икона Великомученика-Исцелителя Пантелеймона, которая была привезена со Святой Горы Афон. К ней обращаются все, кто болеет телесными недугами. Здесь очень необычная и интересная икона. Икона музейная. Все 12 праздников, самых основных праздников церковных, а на центре икона была привезена с Иерусалима, точнее, с города Хеврон, где находится Мамврийский дуб. И вот именно на частичке этого дуба, который сзади написан, около которого явилась Пресвятая Троица Аврааму. В этом году исполнилось 700 лет со дня рождения Великого Святого Подвижника, преподобного Сергия Радонежского. У его иконы и частички мощей молятся многие прихожане Покровско-Татьянинского собора, ведь этот святой покровитель русской земли. К иконе Святой Мученицы Татьяны чаще приходят студенты и просят благословения на учебу. Икона Ахтырской Божьей Матери 1739 года было чудотворное явление. Перед этой иконой патриарх Алексей I молился в блокадном Ленинграде. И потом один архимандрит, которому она досталась, приезжавший часто сюда, который был вместе с ладыкой в Лавре, зная, что строится такой красивый храм и что народ будет поклоняться не он один, передал эту святыню нашему храму. Здесь также находятся мощи всех киево-печорских святых. Также в нашем храме есть очень интересные подсвечники для маленьких детей, чтобы детки тоже могли ставить свечки сами. Иоанн Креститель, икона была подарена во время посещения нашего храма. Владимир Владимирович Путин передал икону для поклонения, чтобы люди приходили, молились. Иконы являются тоже музейной ценностью и старинные. Таких дисциплинированных прихожан, как Анисия Селиванова, еще поискать. Женщина практически каждый день проводит в Покровско-Татьянинском соборе вместе со своими детьми. И нашей семье помогает учиться единению с ближними, любви, умению быть счастливыми. Наш любимый Покровско-Татьянинский собор. Это один из самых красивых храмов, построенных в первом десятилетии 21 века. По словам Анисии, с тех пор, как ее семья начала посещать храм, их жизнь изменилась, наполнилась чудесами. Старшего сына Артемия после прививки на скорой увезли в больницу. У него могла высохнуть правая рука. И я поспешила в храм. Помолилась перед иконами спасителя и Божьей Матери достойно. И мы смогли в тот же день сына забрать из больницы. Таких примеров помощи Всевышнего женщина приводит немало. И детей воспитывает в вере. Старший сын Анисии учится в духовном училище. Средний работает в Покровско-Татьянинском соборе. А дочери пока всегда с ней. Тоже в храме. Я молюсь, Бог меня любит. У нас много очень интересов. Мама их читает нам. Другую прихожанку храма Елену, как и многих, наверное, в церковь привела беда. Я с слезами молилась. У меня не было сил даже на исповедь, потому что было тяжело исповедоваться. Но со временем я привыкла. У меня появился и свой духовный отец. Молилась о даровании детей. И когда зародилась новая жизнь моя во мне, я приходила в этот храм с исповедью, с причастием. Старалась постоянно причащаться. Сейчас Елена тоже ходит в храм вместе с дочерью. Я стараюсь, чтобы моя дочка училась православной жизни. Мы причащаемся каждые воскресные дни, праздничные дни. Стараемся не пропускать. Потому что ребенку нужно с малых лет учить в духовной жизни. При Покровско-Татьянинском соборе работает воскресная школа «Благовест». Ее посещают около 50 детей от 5 лет. Они изучают закон Божий, рисуют, мастерят подделки. Вот этот кабинет, в котором происходят у нас и собрания, и концерты, и встречи. И также происходят музыкальные занятия. В воскресной школе есть даже свои редакторы. Их силами выпускается православная газета «Свеченька». А еще дети и родители вместе ездят по святым местам. В храме существует, получается, три воскресные школы. Это детская, уже среднего возраста и для взрослых. Каждое проводится свое время. Детская воскресная школа проводится у нас в субботу и воскресенье. Дети приходят, конечно, с родителями. Почему с родителями нужно ходить? Изначально, то, что пример для детей все-таки являются родители. Потому что они живут дома. Но если у родителей не хватает немножко знания духовной жизни, все-таки они пытаются привезти детей в воскресную школу. Дети друг от друга не отличаются ничем. Мирские, или которые приходят в Францию, все-таки, дети все одинаковые. Вопрос в другом. Где они находятся, какое получают образование? Что они слышат? Что они видят? Не бывает плохих детей, бывают неинтересные школы. Считают наставники ребят в воскресной школе. И создают условия для того, чтобы их воспитанникам было здесь действительно интересно. Даже библиотека, например, формируется по особому принципу. С учетом интересов взрослых и детей. В нее в основном входят наши детки из воскресной школы. Но также ее часто посещают преподаватели воскресной школы и родители, которые смотрят, как правильно воспитать ребенка, какие игры с ним проводить, как проводить свободное время. Детки в основном берут такие детские книжки, которые красочные, рассказывают о Боге, о Божьей милости, о промысле Божьем. Новый Чебоксарский Покровско-Татьянинский собор стал хранилищем многочисленных православных святынь. Примечательно, что храм посвящен именно Покрову Божьей Матери. А ведь в столице Чувашии до этого была уже Покровская церковь. Имеются данные, что в деревянный период формирования столицы Чувашии на правом берегу Чебоксарки была сооружена Покровская церковь. Но она сгорела. Затем в 1672 году на средства прихожан построили Покровский каменный пятиглавый храм, рассказывает краевед Игорь Кугураков. Ну вот мы находимся в самом центре исторической части города. Здесь был посад. Вернее сказать, его центральная часть, торг, торговая площадь. Ну а потом была центральная городская площадь. Ну вот такова история развития города. Начинался он здесь на западном Косогорье, на вершине холма. Там была крепость. Ну это был военно-административный центр. Там населения как такового не было. А население города, это торговый ремесленный налют, посад, начинался с стен восточных. Он потом развернулся и перешел в Чебоксарку вот сюда. Развивался в основном в южном направлении. Основные дороги, потому что вели туда, в центр, вглубь территории. И за Чебоксарской рекой сформировалась, наверное, одна из самых ранних первых слобод. Потом она стала частью посада. Так и пишут в документах середины 17-го столетия. Большой и малой посады. Или там большой и малой остроги, потому что они были огражены оборонительной стеной. Но в середине 17-го века проходит реформа, соборное уложение, которое касалось городской реформы. И жители слобод становятся горожанами, полноценными жителями посада. А слободы, они развиваются дальше. Вверх по Чебоксарке идут. Это производственная была часть города. Там были кожевенные заводы, колокололитейные заводы, кирпичные потом заводы. Это какие еще у нас было производства, котельное производство. В общем, вся производственная часть, она была пожароопасна. Или так иначе связана с водой. Там были мельницы, стояли запруды. Вот это вот колеса, какая-то механика того времени. Вот это все развивалось в том направлении. Вверх. И вот в этой центральной древней части города, где-то в второй половине, может быть, уже ближе к последней четверти 17-го века, возникает, естественно, церковь. Вот приход образуется, строится храм. Как сообщают церковные летописи, первоначально деревянный храм. В честь Петра и Февронии Муромских чудотворцев. А потом уже строится каменный храм. Ну, некоторые говорят, что это легенда, но я думаю, что эта легенда имеет достаточно много оснований. Так это было типично для тех лет. А то, что меняло свое название, храм Сталпокровский, тоже не редкость. Обычно тот древний храм, маленький храм, он сохраняется в виде предела. То он никуда не исчезает, не уходит, просто становится пределом. А новый каменный храм. Существует несколько дат, как бы, постройки, указаний исторических, там, 678-й год, не ошибаюсь. То есть это последний четверть 17-го века и первый четверть 18-го века. Тоже не редкость, тоже не редкость. Все даты могут быть вполне связаны с церковью, имеют право существовать. Это могут быть разные этапы строительные. Деревянного храма потом сгорает, строится каменный храм, потом каменный храм расширяется. Тоже попадал, мог в огне пожаров, так сказать, быть поврежденный, снова перестроен. Так что вполне возможно. И даже когда мы глядим на фотографии Покровской церкви, то мы видим, что там очень много разного типа наличников на окнах. Ну, один-два типа, это традиционно, скажем, применялось. Два типа могут быть у одного сооружения, возводимого одновременно, да. Это для того, чтобы центральную часть как-то делить, главное, второстепенного. Там поэтажные могут отличаться, или там у алтаря быть одни, у основного храма другие, там у трапезной. Вот, но когда три и четыре, более, это уже говорит о разновременности. Внешний облик Покровской церкви формировался постепенно. На ранних планах, например, не было колокольни. Только большие пределы – трапезная. А колокольня на фотографиях уже, скорее всего, принадлежит XIX веку. Там уже большой ансамбль из этого всего получился. Там и часовня, которая была в конце XIX века пристроена. Колокольня классического такого стиля. Потом служебное помещение, корпуса, мы видим, ограды все обнесено. Ну, ограды обнесено, понятно, территории церквей были большие. Сила чего? В XVIII веке, изначально, там были погосты. При каждом храме прихожане в нем и хранились. А потом уже, ну, с появлением городского кладбища их назначение теряется, они как-то остаются, как территории храмовые. Так что мы видим там разновременные, так сказать, периоды строительные. У Покровской церкви также сохранился один из самых старых синодиков. По-другому книга-поминальник с именами умерших. Он ведет свое начало еще со времен деревянного храма примерно 70-х годов XVII столетия. Мне, например, доводилось не раз обращаться в исторический архив республики по поводу метрических книг этой церкви. Они хорошо сохранились, и они отражают вот этот, значит, социальный состав. И как ни странно, даже можно судить и о некоторых вопросах там быта и нрава. Тех лет из этих документов. Вообще документы хорошо сохранились. Церковь действовала до 1935 года. В 1935 году она была закрыта, там был хлебозавод устроен. Ну, естественно, ее чебоксарцы многие говорят, как, вот старожилы мне говорят, да не помним мы такой церкви. Я говорю, ну, правильно. Как вы могли ее помнить, проходя мимо, так сказать, вот только запах булок. Мы чувствовали хлеба, да? Здесь был парк, высокие деревья, главы были сбиты, купола сбиты. То есть у нас оставалось только вот это тело, которое за деревьями, оно было не видно, с заборами. Это вот стояло в этом месте, и все. Вот, а оно, и само тело здания церкви, оно исчезло в 80-м году. Сломали окончательно, когда готовили залив затопления. Спустя четверть века Покровская церковь восстановлена в Чебоксарах. Правда, на новом месте. А Покров Божией Матери хранит город от беты напастей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова